ну чё как слетал то рассказывай давай это квартиру на 10 не перепутал там шестая была не 8 не 10 это а марсианочки то как познакомился хоть с одной а николай петрович коньяк передал ну он же человек возрасте уже положено там ты надеюсь не ругался а чё ты так смотришь на меня не ругался с ним надеюсь а то это я знаю вас мужиков ага ну ты это как как она там вообще было мягкая посадка была а прилетел как а во сколько ну я чё ты молчишь я не понимаю тебе понравилось или не понравилось ты на юпитер то летал там самое главное сейчас самое красивое на юпитере у нас а-а-а-а сатурн на сатурне только дебилы не побывали ну марсианочкам там привет от меня передай шоколадки им передавала конфетки бараночки не не передал на слушай ну ладно следующий раз передадим ничего страшного в принципе ты главное расскажи про свои эмоции эмоции какие у тебя радостные хорошие положительные у меня у меня эмоции есть не у меня присутствуют марсианочки поди напоили тебе до своими вот эти марсианскими водами понятно они мне тоже давали долго от них отходила но ты это самый по счетчикам себя так и все пройдет слушай это одно из тех одно из тех путешествий которые я бы посоветовал всем подписчикам которые сейчас смотрят этот ролик вот те кто сейчас смотрит этот ролик вот ты постройся такую же ракету как бы сказать это делали в предыдущих с нескольких серий выживания липали да николай петрович там он мужик мужик и чтобы каждый мою как юпитерская 6 чтобы каждый на юпитерскую 6 летал через вот эту ракету которую вы строили от про марсианочек я еще молчу чикули от такие прям да если бы я знал то я бы в начале сезона эту бы ракету бы построил сразу бы к ним туда полетел да ну обосраться четыре раза но я-то тебе чё говорила это самое прекрасное место на всей планете вот в углове с николаем петровичем то ну а давай мы каждую вот каждые выходные вот в пятницу собираем наши шмотки и на выходные летим в понедельник возвращаемся а ну это самое так часто нельзя то мы можем это так и все да и все не очень очень так часто не летать что что такое что это я тебе потом объясню это вообще не при всех нельзя так часто летать на марс нельзя если бы не катя от если бы я с ней не встречался я бы тогда с одной марсианочкой бы замутил но к сожалению у меня есть катя ну ладно с ленкой что ли с какой ленкой значит маринкой понятно ну чё полегчало а ну хотя бы чуть-чуть небо с прошлой серии очень хорошо прям полегчало после медика то после отборного такого ты когда возвращаешься из этого марса ну немножко голова голова немножко попали это наверно все от турбулентности или смены часового пояса вот этого скорее всего я не знаю ну ли от николая петровича вот подожди вот это сюда давай выложим вот сюда слушай я то чё вспомнил из-за этого марса мы с тобой забыли про нашу бесконечную ферму спектральность спектра спектральных стрел плачущего абсидиана абсидиана кожи книг на скорости души и все остальное мы же в предыдущей серии бесконечную ферму пиглина сделали ты помнишь где мы ее вообще оставили я помню где мы ее оставили и да мы должны были показать подписчикам что там в итоге в сундуке то у нас собралось мы же обещали прошли одни сутки мне интересно посмотреть что эти пиглины там на торговали но мне кажется там и вот этих ресурсов просто вот так выше крыши сраку запиндюкиваем это в портал а я сразу за тобой ой башка болит ой болит башка слушай надо было собой немножко этого медика мне кажется захватить это в этом воду еще и жарковато как-то так тут мне кажется еще башка больше болеть будет нет с выше ты на марс-то хоть летал там что еще жарче чем здесь ну да ну я ааааааа я вода копок ты оперный театр у меня вот эта потеря в пространстве и летал я на марс конечно но я мало чо с марса помню там у меня все туманно как-то помутнее в голове шапа дожди я вернусь по ноги то смотреть надо хотя бы Чур, все спектральные стрелы у меня Эти самые вот обсидианы мне Ботиночки души мне Книги зачарования мне Зелье огнестойкости мне Вот где-то там эта штучка должна быть Беги за мной давай А, о, вижу, давай-давай-давай за мной Ай, кабан кьет Да не пробегай же мимо них Они же тебя сейчас закокают, надо их убить, Кать Как это убить, они же такие добренькие Нифига себе добренькие Давай-давай-давай, с них еще еда выпадает Ты где, Кать, ты там справишься, не справишься? Да не подумаешь, трех кабанов сразу рублю Нет, конечно, справлюсь А, ну я тебе помогу, вот этих свинозомби Убительных пылинов, шмиблинов На, на, башки Ой, ну спасибо Ах ты собака сутулая Ты посмотри, посмотри на его ноги Он уже ботинки успел украсть Вот это на скорость души Ты ботинки верни, слышь, ботинки верни Снял, ну-ка, быстро в сундук положил Так, а в сундучке у нас Ну, давай заглянем Матерь божья Так Так, спикролитральные стрелы Забирай себе эти стрелы, зачем они мне нужны Подожди, скорость души Скорость души Скорость души Скорость души Ботинки на скорость души Ботинки скорость души Подожди Мы с тобой Ботинки, не Подожди, мы с тобой сделали Бесконечную ферму Вот этих эндер перлов Даже без эндерменов Два стака эндер жемчуга Вот это бесконечная ферма кожи Коров даже не убиваем У нас полтора стака кожи А, целый стак плачущего обсидиана И еще какой-то чернид Из него можно что-нибудь построить И вот это Убей вот этих сзади Ой, 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 здрасте Я из чернида Как раз-таки хочу построить Вот эту плавильню Чтобы мы там все ресурсы Пережаривали Кстати А что нет И это всего лишь за одну серию Кать За одну серию Ты где? Я в какой-то яме И только что кокнула Одного пиглина снизу О, так это моя яма Я тут прятался в предыдущей серии Ну вытащи меня Так Спасибо Стральные стрелы А ты уже все А, вот сральные стрелы Вот эти 48 штук Себе заберу Вот что, круто Так это ботинки На скорость души В них же бегать Можно быстро Смотри Так ты обычно бегаешь Ботинки на скорость души Они же работают Только на песке В душе Они просто так Че, серьезно что ли? Ну ты че думал Ты просто так будешь бегать Они у тебя быстро будут бегать Нет, Кать? Ну ладно, не вопрос Так У нас тут был песок душ? Песок душ Ага А ща мы все исправим Смотри Раз, два, три И все Побежали Быстро бегаю Ну вот сейчас быстро Да Ну вот и все Че ты вот это Ну вот Раскукарекался тут Че еще надо Для счастья ребенку Да, вот четыре блока песка Души Ботинки на скорость души И все Я могу пятый поставить Ну поставь пятый Ну поставила А может хватит А может хватит, нет? Ой, все Пять книг Скорость души Выкладываем Вот сюда Взрывные изделия Потащим в нашу лабораторию Потом Стак Обсидия Она Где у нас обсидия Обсидия у нас вот здесь находится Выкладываем сюда Два стака Кожи у нас Идут вот сюда Ты там вещи раскладываешь Или нет? Я все каменные блоки вытаскиваю Потом Огненный заряд Это же Это же зелье получается Тогда Это для зелья варенья Вот сюда Огненный заряд Вот сюда Золото, которое осталось Выкладываем вот сюда В наш сундук с ресурсами А эндер жемчуг Ну я пока не знаю Сральные стрелы себе оставлю Чтобы были на всякий случай Они же А не Это не та стрела Ну все Ну все Дела на эту серию Мы закончили Закончили Сколько Пол дня прошло Прошло Мне кажется Можно еще построить Одну вот эту Ракету А то честно я тебе скажу Я уже немножко соскучился Да Николай Петрович Про тебя много рассказывал Чего интересного Что я о тебе не знал До этого момента Поэтому монатки собирай И на Марс отправляемся Я тебе так говорю Нельзя так часто На Марс летать Тут это самое Ты меня на самом деле Вообще Можешь выслушать? У меня небольшие проблемки И я там Не сплю уже Третьи сутки Ты психологом быть умеешь? Можешь выслушать? Так вот Короче Кошмары там всякие снятся Я прям ночью вскакиваю Сдрагиваю Там мне Видится одно привидение Привидение? Какое привидение? В Майнкрафте привидение? Ну я вот когда засыпаю Мне кажется что рядом со мной Кто-то летает Я вот не могу уже Вот прям вот Четвертый месяц подряд Наверное Я не сплю Да А на кого похоже Это привидение? Ну Это что-то типа Птицы синие Вот какой-то Не могу понять Что это такое Но вот мне кажется Ты сможешь мне помочь Решить эту проблему Синяя птица? Да Да Именно она Может быть Так Давай Иди сюда за мной Синяя птица Я только одну Синюю птицу знаю Которая у нас в нашем сезоне это самое копыто двинуло. Вот. И это было несколько месяцев назад. Это было тогда, когда Катя пришла ко мне на стрим и случайно кокнула у меня на стриме Василисия. Нашего синего попугая. Она вот так взяла, она вот так взяла и вот так и через стекло выстрела вот так попугая и кокнула попугая. И он вот это вздох. Ах ты собака серая вот в этой низеритовой броньке, а? Это ты вообще это стрелял из звука? Я все вспомнила и привидение это синяя птица. Это мне Василисий снится. Так вот оно что. Я... Всем хана нафиг. Да ты стой, да стой. Да я не кокол ваня. Я случайно просто выстрелил куда-то вот так с лукой. Как-то через стекло убил вот этого Василисия синего. И что тебе несколько месяцев уже его привидение снится? А ты понимаешь, что ты сейчас мог вообще попасть в попугая снова? И мы бы потеряли еще одного попугая. А Василисий? Ну я же не попал по нему. Я тебе говорю, Василисий был мой любимый попугай. Вот почему он мне снится и привидение его летает. Ну и что ты мне предлагаешь с этими попугаями? Ты вообще как бы попугаев ненавидишь. Давай с этого начнем. Ну эти, да, эти меня бесит. А Василисий, он особенный. Я предлагаю все же как бы нам вот отправиться, да, и привезти нового попугая. Нового Василисия 2.0. Еще одного! Третья попугая! Да у нас есть пельмени, у нас есть роман. Зачем нам третий лишний? Ты понимаешь, что это только твои попугаи? А мои попугаи почему-то все кокнулись? А, ну да, кстати, да, это же мои попугаи. Юльке-то тоже не стало. Ты сейчас в джунгли, да, хочешь отправиться, получается? Ну да, я просто, понимаешь, это решит мою проблему. Просто, ну вот, это мне станет легче. Я смогу спать спокойно. Ну если тебя мучают кошмары, эти кошмары надо как-то решить. Поэтому крылья напиндюкивай и полетела в джунгли. Они вот там, в той стороне находятся. А ты? А я за тобой. А, ну ладно, погнали. Ну, я и так без петард лечу, пытаясь тут взлететь. Каких, каких петард фейерверков? Ты там это самое, ты меня там догоняешь и догоняешь? Догоняю, догоняю. Давай, курс держим только. Ага, ну ты не отставай, самое главное. Так, пролетаем мимо. Ты на деревья эти самые смотри, потому что вот эти Василисии, они чаще всего на верхушках деревьев обитают, вот этих джунглевских, а? Я смотрю, высматриваю, пока на горизонте нет ни одного Василисия. Слушай, а он, а он именно синим может быть? Мы же можем найти какого-то желтого попугая, или серого, или еще одного красного. Красный на самом деле самые красивые. Зачем тебе вот этот синий? Слушай, любого, только не серого. У нас уже есть такой. Ага, хорошо. Тихо-тихо-тихо, смотри, ты видишь это? Видишь внизу? Ну что там, ну он, он, он слишком камуфляжный, он с деревьями слишком сливается, не? Так ты понимаешь, что я первый раз в жизни вижу зеленого попугая? Ну, кстати, да, зеленого у нас еще не было. У нас синий, серый был, даже украинский, вот этот голубо-голубо-желтый у нас был, зеленый у нас не было. Ну, тогда это самое. Иди тогда спускайся, спускайся. Нам, нам семена надо, пока он не улетел. Давай мы с тобой, опа, так, быстро семена добудем. Тогда ты хочешь его приручить? Он тебе нравится? Мне он очень нравится. Быстро мне гони семена, пока он не улетел далеко. Так, подожди, 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 подожди. Я тебе сейчас добуду семена вот так быстренько. Ты за ним следи, чтобы он никуда не улетел, хорошо? Слежу, слежу, мой маленький Василесий, 2.0. Я тебя заберу домой. 13, 13 хватит, как думаешь? 14 есть, уже 14 искать. Все, тащи сюда быстрее, пока он уже совсем не улетел на Марктику куда-то. А, вижу тебя вижу. Так, ты подожди, ты не убегай от меня, я за тобой бегу. Держи, вот так приручай его, давай быстро. О, ура, наконец-то. Так, Василесий, 2.0. Куда? Кушаем, кушаем, приятного аппетита, ну, ну. Какие-то только пылинки вокруг него летают, а нет сердечек. Все, кончились, кончились семена, он не приручился. Попугайки. Девушкины ты, картошки, чего? Он меня уже на самом деле не нравится, он жрет что-то больше, чем мы жрет. На, еще 4 штуки держи, еще давай. Какой ты прожорливый. Все, нет, не приручился, улетел. Если ты сейчас и это все не съешь и не приручишься, я тебя пущу на попугайчий шашлык, вот честно слово тебе говорю, ну-ка, жри давай. Раз, два, ну. Ёбарасы ты. Ура! О, наконец-то. Пош, так, а схомячил, чтобы приручиться. Наконец-то все. Зеленый попугай, Василисий, 2.0 мой. Надеюсь, больше мне кошмары снится. Не будут. Ну, я надеюсь, что ты больше попугаев не будешь кокать из лука стрелами через стекла, ага. Это ты его кокнула. Это ты его кокнула. Давай сади его на плечо, чтобы он никуда не улетел. Во! Вы прям как два сапога пара. Вы прям очень друг на друга похожи. Я не понимаю, что между нами общего, но надеюсь, это комплимент. Ну, смотри, Василисий, 2.0. У тебя дома будут несколько друзей. Красивый дом. Такой, знаешь, многоуровневый. Там, как бы, у тебя всегда еда будет. В общем, ты не пожалеешься, что ты отправляешься жить с нами. Реально, у тебя хороший дом. Мы тебя познакомим с пельменем, с Романом. А там, кстати, подожди, у них дома же еще и Каролина. Не это вроде тусуется у этих попугаев, не? Ну, бывает, иногда в гости заходит Каролинка, да? Да, она там всегда живет. Так, а в какую сторону вообще идти-то я что-то немножко запутался? Вроде вот туда. Тут бамбуки, тут у нас корова, тут у нас панда, там у нас оцелот даже ходит. Вот сюда точно. Оцелот? Ага. Герман? Герман, это ты? Какой Герман? Моя бусинка, Германичек, иди сюда, давай его тоже заберем. Герман, 2.0 будет. Герман, иди к нам. Германюсечка. Кать! Германичек. Нам в этой серии хватит, Василиса, 2.0. Какой Герман? Быстро тащи поводок. Это поводок, быстро забираем его. Ядрить ты, колотить? Ты что, всех вот этих джунгельских животных хочешь в одной серии приручить, что ли? Слушай, ну давай как бы, ну мы с тобой в джунглях, да? Ну когда мы сюда еще с тобой пойдем? А Герман у нас тоже трагически погиб, насколько я помню. Вот. Будут все животные. У нас Герман даже два раза. А первый раз он погиб, когда его скелет подстрелил. Второй раз он просто трагически исчез. Ну я знаю, как он там трагически исчез. Я все посмотрела, я все знаю. Все, давай тогда пошли. Вот сейчас главное домой возвращайся с закрытыми глазами, чтобы еще кого-то приручить не захотела, ага? Ага, и тебя еще только приручить осталось. Ну что, детишки, вы потихоньку знакомьтесь с нашей территорией. Вот это кладбище сзади вас, если что. Если вы когда-то кокнетесь, то мы вас похороним здесь, на нем, ага. Ты шо, дурачок, что ли, такое детям говорить, а? У них и так у всех трагическая жизнь была. И ты еще хочешь вот этих новеньких, что ли, туда же, а? Не, ну что, ну чтобы они просто заранее знали, вот где они начинают жить и где они закончат жить, вот эта жизнь. Так, тогда вот сюда его пиндюкаем, да, внутрь, сейчас, подожди, шелка и касание в руки берем, ломаем. Опа, вот так, стекла, все, давай засандаливай его туда внутрь. Ой, да, реально, Каролинка-то с ней. Герман, тебе его кусок, он Каролину только что у нас на глазах убил. Ага, и мне Каролина только что в руки попала. Ну, это, Герман, Каролина. Спрыгни с меня, дурак, блин, что за фигня, все, закрывай. Ну, он вылетел, давай заново обратно. Ну, а что, а что ты хотела, Герман как бы охотник, а целот, вот это, ну да. Ну, ладно, к ним новая Каролинка придет как-нибудь. Герман, ну, блин, Василисий, где ты? Да ему и там на крыше, нормально, оставь его в покое, давай выходи обратно. Ой, ему тут нормально, посади его, главное, вот на крыше, вот сюда. А я закрою пельмени и вот этого Романа, чтобы они отсюда не убежали. Что ты делаешь? Где Василисий? Возле тебя летает. Василисий, ёпперный, бай-бай. Блин, дурацкая птица, садитесь же. Все, все, это посади, все, пускай там сидит, главное, вот это Германа не подпускать таким попугаев. Все, давай иди сюда за мной, подожди. Русовые животные. А у Ацелота, у Германа же даже дома никогда не было, я даже не помню, где мы его все это время держали. Может, мы тогда ему дом построим или что? Это вообще бесспорный вопрос на этот ответ. Конечно, ему нужен дом, поэтому Пиндюль его куда угодно, в следующей серии что-нибудь ему склякаем. Ну, тогда пока ты будешь жить у нас вот сюда домой, заходи, пока у тебя своего дома нет, мы тебя присобачим вот сюда. Слушай, Герман, ну ты вообще, у тебя люксовые условия, ни у кого из животных такого вообще не было, право жить в нашем доме. Я вообще-то смотрю, он что и на диван усадился, сидит там и на подушке, и вот этой лыбу давит. Ладно, Герман, держи, все, мы погнали. Подожди, а если он насрет нам на диван, что мы потом делать будем? Ну, уберешь. А что я? Это как бы наш дом. Чур на диван не срать, я за тобой убирать не буду. Субтитры сделал DimaTorzok